В фильме «Первый троллейбус», созданном в советские времена, рассказывается о девушке, выбравшей против воли родителей профессию водителя троллейбуса. У нашей героини всё по-другому. Её мама и отец всю свою трудовую деятельность посвятили автотранспорту. Родилась в городе Энгельсе. Закончила учёбу там же. Пошла после школы работать на троллейбус, так как мама работала водителем троллейбуса. Когда я росла, я с ней каталась. Мне это нравилось. В девушку, управляющей такой большой машиной, невозможно не влюбиться. Наша Светлана тоже была в центре внимания. Он оказался сотрудником милиции. Так познакомилась. Потом свадьба. Конечно, свадьба у нас была на весь город. По всему городу, считаю, водители знакомые, милиционеры знакомые. Мы по всему городу кортежем ездили. Все нас видели, все нас встречали. Семейная жизнь, к сожалению, не сложилась. И Светлане пришлось растить дочку одной. Конечно, всегда была рядом мама. Мне ваша дочь сказала, что вы тоже всю жизнь работали водителем троллейбуса. Как вам эта работа? Ну, как вам сказать. Сначала, конечно, я пробовала другие, а потом вот так заставилась на троллейбусном. Как-то самая всю жизнь так проработала. И я, и папа. Мы все там проработали. И по нашим стопам вот тетя пошла. Ведь работать водителем троллейбуса – это нужна и физическая сила. Ну, естественно, во-первых, человек должен быть морально уравновешенным, работая на троллейбусе, потому что работаешь с людьми. Общение с мамой и дочкой – самые счастливые минуты. Но пора собираться на работу. Быть всегда в форме для нашей героини очень важно. Она считает, что люди должны получать позитив во всем, даже во внешнем виде водителя. У нас в парке очень много водителей троллейбуса, женщин. Все женщины у нас очень хорошие. Но у нас есть такая одна света, телегина, которая отличается от всех. Она очень спокойная, выдержанная, никогда не опаздывает, всегда может подменить любое время. На линии она дисциплинированная, никогда не превышает ни скорость, ничего. Мы все кондуктора, и мы все ей очень довольны. Светлана Телегина работает в Видненском троллейбусном парке не так давно. Приобретенный ранее опыт помогает ей справляться с управлением машиной, которая требует точных, быстрых движений, особенно в сложных ситуациях. А их у нас в городе хватает. Очень много пробок. Город иногда стоит, и стоит очень долго. Поэтому, обращаясь ко всем видновчанам, прошу, может быть, от своего имени, может быть, от имени руководства, чтобы набрались все-таки терпения и понимали, что мы стоим в пробках, и мы делаем все возможное, чтобы приехать вовремя на остановку. В преддверии 8 марта хочется поздравить Светлану Телегину и всех женщин-водителей троллейбуса с праздником весны. Последний троллейбус мне дверь отворит, я знаю, как взял... Людмила Медведева и я, Даня Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.